Михаил Репюк родом из Новосибирска, живет в Алматы 60 лет. Дети, внуки, правнуки и праправнуки. Все в России. О том, что пенсионер живет в социальном жилом доме, сразу и не поймешь. Обычная двушка со спальней, кухней и залом. Вот только здесь экономичнее, а главное, безопаснее, признается пожилой человек. Интересно было, конечно, сама организация, как она организована. Потому что мы дом свой отдали, и вдруг мы живем и ни за что не платим. Как в раю. Но так оно и было, и сейчас так есть. Потому что только единство за междугородние переговоры. В доме мне все, как говорят, все с пришибкой, все хорошо. Почему? Парикмахерская, прачечная, ну и все плюс. Медсестры круглосуточные, врач. Постоянно Женя у нас. Вот. Чего бы я не имел, живя в той своей квартире. 95-летний Михаил Репьюк, ветеран Великой Отечественной, рядовой солдат, награжден орденом за отвагу и за взятие Берлина. Фронтовик рассказывает, с утра читает газеты, в полдень получает бесплатный комплексный обед, после смотрит телевизор. Посещает кабинет ЛФК, массажный кабинет. Каждый день его выводят на прогулку. В общем, пенсионер окружен круглосуточным вниманием и заботой. Социальный дом был открыт в 2002 году. Одиноким старикам, желающим здесь жить, нужно только пройти медосмотр и передать свое жилье на баланс городу. Взамен они получают точно такие же квадратные метры. Правда, уже с удобствами и бонусами. Пожилые люди, у кого есть дети, они добровольно пишут отказные именно от жилья. Не от матери, не от родителя, а от жилья, что он не претендует на это жилье. На таком основании управление жилья и финансов могут принять в свой баланс эту квартиру. И сдавшие квартиры, они переходят очередникам, многодетным матерям, малоимущим, сиротам, которые вышли из детских домов. Специально для постояльцев работает парикмахерская, где можно постричься совершенно бесплатно, а также прачечная. Возвращают уже выглаженное и чистое белье. Сейчас в социальном доме проживает 50 человек. Одна семья, бабушка с сыном. Случается и такое. Старики создают пары. Большинство из жильцов – женщины. Мужчин всего 13. В свободное время каждый проводит с пользой. Библиотека, круглосуточная медицинская помощь, оплата коммунальных услуг, транспорт, сопровождение, уборка квартиры, а также каждый день комплексный обед. Совершенно бесплатно для стариков. Государство же это обходится в 65 миллионов тенге ежегодно. На благо пожилым людям работает более 30 человек, опекая и заботясь о них. Жанна Хабдулхабар, Валерий Таобалдеев, Телеканал Алматы.